Сталец Иоанн Крестьянкин Почему нельзя откладывать покаяние? Покривил совестью, сразу проси прощения у Бога. Всякий из нас по мере силы возможностей старается в обыденной жизни соблюдать чистоту в жилище и опрятность в одежде. А есть некоторые особенно чистоплотные люди, которые ревностно поддерживают чистоту и порядок. И как озабочен такой человек, если по каким-либо обстоятельствам эти порядок и чистота нарушаются? Так же и человек, привыкший следить за чистотой своего сердца и опрятностью своей души, не может жить без покаяния. Такой человек ждет и жаждет очередной исповеди, как иссохшая земля ждет живительной влаги. По словам псалма-певца Давида, душа моя, яку земля безводная тебе. Представьте себе на минуту человека, не смывавшего себя телесную грязь всю жизнь. Вот и душа требует омовения. И что было бы, если не было бы таинства покаяния этого целительного и очистительного второго крещения? Все, наверное, видели не раз, а может, с детства помнят, что бывает, когда зимой потеплеет, и дети катают снежные шары, возьмут крохотный с кулак шарик и покатят с горки. В мгновение ок этот шарик превращается в огромный. Не в проворот. Ком мокрого грязного снега тоже происходит и с греховным состоянием нашей души. Последите за собой. Вы искреннейшим образом со слезами покаялись, причастились к святых христовых тайн. Какой мир и покой на сердце! Но вот, идя из храма, вы кого-то встретили и в разговоре неосторожно бросили маленький комочек осуждения в свое сердце. Все. Лавина тронулась с места. Посмотрите теперь, с какой молниеносной быстротой будет наматываться греховный ком. У нас существует еще домашнее покаяние. Вечером на молитве вспомнить и покаяться. А опытные духовники, наставники вообще советуют мне откладывать покаяние. А как покривил совестью, согрешил, сразу же укорить себя и просить у Господа прощения. И Господь простит, ибо сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Не уничижит. Вот такая небольшая проповедь советы от старца Иоанна Крестьянкина. Помоги нам, Господи!